Далее в программе новости спорта. Соперники всегда равны. Я никогда не нахожу в соперниках что-то слабое. А помогло, конечно же, мой тренер, который поддерживал меня, приготовил мне хорошо лыжи, ну и тренировки. Максим в Екатеринбурге, где и проходило первенство Ямала, показал среди юношей абсолютно лучший результат, завоевав 4 золотых и 2 серебряных медали. Особенно пришлось попотеть на стаирской дистанции в классике. Мне было труднее, это на классическом стиле, потому что дистанция была не очень маленькая, 10 километров. Ну, мне было ее более сложнее бежать, чем все другие дистанции. С результатами, конечно, доволен, но хотелось бы, конечно, выступить на России так же, как я выступал на округе. Ребята не зря уже сейчас мечтают об общенациональном финале. Ведь Диана является кандидатом в сборную страны по своему возрасту, а Максим входит в ее состав по своему году рождения. Впрочем, их тренер накануне отъезда спортсменов был крайне осторожен в прогнозах. Сегодня ночью уезжаем мы на спартакиаду, учащийся в Орфу, где будет отбор на финал. Главная задача – это отобраться, попасть на финал, в финал учащихся в России. Я думаю, все пока складывается нормально и удачно. Гонки покажут, потому что живые люди, все может быть. Хочется верить, что и Диана, и Максим попадут на Россию. А там недалеко и до больших достижений еще одной лыжницы-олимпийца Елены Лукьяновой, которая в этом сезоне попала в расширенный состав взрослой сборной страны впервые в истории ямальского спорта и будет бороться за право выступать на Олимпийских играх в Сочи. Алексей Попов, Артур Кабаневский, Виталий Харченко. Новости нашего города.